Итак, дорогие друзья, сейчас распаковка, угадали не все, конечно, но, понятно, угадать было очень тяжело, практически единицы угадали, но, ребят, как бы, точно не назвал никто, что это именно за техника, именно направление техники, угадали. Поздравляю победителей всех, и приходим к распаковке, угадайки. И под коробкой от одного планшета, как совершенно правильно некоторые заметили, лежит другой планшет, вот такая вот прихолюха. Купил я его на подарок человеку, в общем, как бы, главный критерий при выборе этого планшета у меня был, что человеку был нужен YouTube, конкретно, женского пола человек. И человеку нужен был YouTube, чтобы можно было смотреть удобное, все остальное, и чтобы был планшет не на AMOLED, этот на IPS планшет. Это новинка 2020 года, сейчас 2021 год только начался, поэтому можно смело назвать планшет и технику 2020 года еще новинкой. Вот когда будет середина года 2021 или конец, тогда уже, конечно, новинкой никак не назовешь технику 2020 года. В общем, здесь что? Разрешение Full HD, 10,1 дюйм, большая полезная площадь экрана, настройки звука от Harman Kardon, нифига себе. Многоуровневая защита зрения. Вот, ребятки, прям уже пишут здесь, многоуровневая защита зрения. Здесь очень прикольная IPS-матрица, в дальнейшем при тестах я их расскажу. Человек мне разрешил открыть, ну не то, что разрешил, попросил меня открыть и настроить его. Так, давайте открываем. А, ну еще, кстати, ребятки, сейчас сразу вам покажу, что я купил к этому еще планшета. Планшет стоит 16 тысяч рублей, 15 тысяч рублей есть, есть 12 тысяч рублей лайт-версия, есть версия 3.32 стоит 15 тысяч рублей, но стоит всего лишь доплатить тысячу, и у вас будет версия не 2.32, а будет 3.64. Конечно, есть смысл доплатить всего лишь тысячу рублей, получить в два раза больше памяти постоянной физической, и оперативной больше на гигабайт, на 33%, а то бишь больше. И плюс сюда вставляется microSD на 512 гигабайт, вообще нереальный планшет. И плюс этого 4G поддерживает он. Ну вот, что я сразу еще купил, тоже на подарок. Это защитное стекло к этому планшету, 800 рублей. И фирменный чехол PAX, этот чехол, блин, стоил 3.300, короче, я его купил за 1700 рублей. В общем, на этот планшет, видите, там фирменная наклейка от Huawei. Здесь единственное, что, по-моему, нету в Google сервисах, их нужно устанавливать, но я уже посмотрел, устанавливаются они ровно за 2 минуты, то бишь это не проблема вообще для людей, даже которые не разбираются там, как их установить. Ну, здесь идет App Gallery, собственно говоря, через которую можно загрузить уже практически все. Да не все, опять же, не будем расхваливать Huawei. Huawei кто? Huawei. У Huawei дела идут. Huawei. Скажем так, чтоб не ругаясь. Huawei знает как у Huawei идут дела. В общем, поменялась власть в Штатах, а санкции не сняли с Huawei никакие. На что Huawei рассчитывал, я не знаю. Ну, вот, санкции остались у Huawei, к сожалению, бомбят их. И поэтому продажи у них будут идти из рук, вон, плохо на мировом рынке. Ну, да бог с ним. Они, у них самый главный рынок, это рынок сбыта, самый вообще великий, самый огромный рынок сбыта. Это Китай, на втором месте Индия. Никакая Европа, никакая Россия, никакой Запад, никакая Канада там вообще не тарахтели. И Мексика вместе взятые по сравнению с самым глобальным рынком сбыта техники. Это Китай. Ну, и второе место, я же говорю, Индия. Ну, и то, Китай вообще просто нереально. Там люди обожают цифровую технику, помешаны. У меня тоже смартфон головного мозга. Ну, там еще больше, походу, людей торкает от новой техники. Слушайте, открыто открылось снимать. Все. Ох, какой красивый. РСТ-версия, все на русском языке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот мне еще подарили вот такого вот овна. Как раз сейчас, можно сказать, подходит под год быка. Очень прикольная штучка. Ручная работа тоже женщина сделала. Шикарный овен. Большое спасибо. Так, ну, ребятки, давайте достаем. А, я думал, о-о-о. Слушайте, как классно все сделано по-человечески. Не то, что у Самсунга. Самсунг намного дороже продает планшеты, блин. И приходится в два, в три раза дороже. Это 16 тысяч рублей. В планшете Самсунг за 60 тысяч рублей, там, 61 или 64, я уже не помню точно. Но смотря где, какой магазин. У него нет ярлычка для вынимания из коробки. Ну, это просто вообще. Huawei, мое почтение, в общем, в этом плане. О, ребята, он еще из металла. Нифига себе. Бюджетный планшет за 16 тысяч. Полностью из металла. Вот это, походу, не из металла. Вот это рамочка. Здесь, наверное, антенна стоит 3G, 4G. И она пластика. А вот здесь все из металла. Слушайте, вообще. Как прекрасно холодит приятную руку. Давайте на него. О-о, смотрите, я его сейчас сравню, на что он похож, ребята. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Дико извиняюсь, какой засранный чехол. Аж неприятно. Почему он такой засранный? Я сейчас обтирал его антибактериальной салфеткой. Он остался весь в разводах. Чехол этот. Купил салфетки. Нереальные. Такие никогда в жизни не видел. Потом вам покажу в следующих обзорах. Сейчас их искать не кайф. Они вообще такие сильные, блин. Они, если мне руки протрешь, они там чуть ли не кожа слазит с руки. Я вообще такие никогда салфетки не видел. Называются медицинские. Медикал. В общем, протираю чехол ими с улицы, когда прихожу. Ну, вот остаются разводы. Но, ребята, чтобы вы поняли, насколько салфетки термоядерные. Вот они у меня уже, короче, стерли олифобное покрытие здесь. С экранчика. Вот видите, там местами уже пропостиралось салфетки нереальные. Я никогда такие не видел. И они, походу, горят очень сильно. Если поджечь и кинуть, она будет вообще как липучка вонючка. Прилипнет и подожгет что угодно. В общем, салфетки термоядерные, ну и дорогие очень. Ну, в общем, протирал ими айфон. И вот, смотрите, цвет. Ну, просто пипец прикол вообще. Надо себе такой планшет купить тоже. Чисто в цвет будет с этим смартфоном. И еще другой у меня смартфон, тоже такого синего цвета. Но здесь уже меньше подходит. Honor V30 Pro. Более такой красивый цвет у Honor, нежели у этого. Но это такой более сдержанный цвет. К айфону отлично подходит. Так, к айфон убираем из кадра. Рамахандра, выключайся. Слушайте, здесь. А вот здесь холиастик уже по-дурацки сделан. Почему его? Зачем было холиастик приклеить? Давайте, ладно, про чем что здесь написано? Full HD экран 10,1 дюйма. Полезная площадь экрана 80%. Звук от Harman Kardon. Настройка звука от Harman Kondor. Кардон, слушайте, два раза, короче, повторили. Манго-манго. Многоуровневая защита зрения. Сертифицированная TU. Erhendland. Ну, это по-немецки написано, а уж извиняйте. Языками не владею немецкими. Так. Только китайский, только английский, только японский. Да я шучу. Так. Ну все, холиастик этот подотклеился. Я эту штучку оставлю, потому что хочу подарить человеку презентовать. В таком виде. Просто настрою все, закачаю все. Йохан и компот. Это не джекпот. Так, все, приклеил ее на компьютер. Включаем, первое включение будет. Сейчас посмотрим с вами. Huawei Powered by Android. По эргономике отлично лежит в руке. Шикарно вообще лежит в руке. Просто бомбезно. Великолепно, превосходно, классно, атласно, прекрасно. Но, ребятки, сразу скажу честно, скользкий. Как котях засохший динозавр. Очень скользкий, ребят. Очень скользкий. Вот эта фигня скользковатая. Без защитного стекла. И без защитного стекла его можно раздолбать в первый день использования. Поэтому придется раскошеливаться. Те, кто будут покупать, обязательно вам советую покупать. Сразу защищать его. Ну какой он тоненький, ребятки. Какой тоненький. Ну очень скользкий. Первый минус очень скользкий. Так, IPS, матрица, боготворяющая. Да что ж ты делаешь? Так, начать. Далее. Принимаю условия. Далее. Но он очень скользкий. Огромный минус, что он скользкий. Нужен чехол. Так, пропустить. Сим-карту, видите, предлагают ставить. 4G там, ла-ла-ла-бла-бла-бла. Пока пропустить. О, нашел сразу мой. Я же сказал пропустить, дорогой. Далее. В общем, настройка пошла. Куча всего предлагает. Все пока пропускаем. Ничего нам не надо. Позже. 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 И. Поняли, созвучно, что всегда актуальная версия. Включить и продолжить. Что ж вы хотите от меня настроить как новое устройство? Попробовать жесты. Управляйте устройством с помощью жеста. Проведите, чтобы вернуться на шаг назад, перейти в... Попробуем давайте жесты. Что это нет-то? Жестами-то управлять хорошо. Можно, конечно, и кнопочками, но жестами вообще красота. Отлично. Что это, рабочая? А, нет. Я думал, что хотите опять? А, и подержать. Подождите, что? И задержите палец. Задержал. А, и можно удалить, что ли, или что? К чему? Что вы показываете? Я не могу понять. Что вы от меня хотите? Снизили часть экрана. Задержите палец. Посмотрите текущую задачу. Ну, сделал, я посмотрел. Ну, и что вы? Ладно, какие-то идиоты. Так, готово. Ну, ребята, честно вам говорю, экран, по-моему, не очень сочный. А ну, вот так можно выдергивать? Нет, нельзя вот так выдергивать. Это проблема всех Huawei и Honor. А, здесь еще яркость была не на максимум. Ну, посмотрим сейчас. О, нет, ребятки, экран хороший. Давайте углы обзора посмотрим. Углы обзора не максимальные. Это не OLED, не AMOLED матрица. Но довольно-таки нормальные. Учесть стоимость планшета за 16 тысяч рублей. Экран довольно-таки хороший. Давайте посмотрим по резкости. Full HD здесь матрица. Разрешение матрицы. Full HD. 1920 на 1080 или на 1200. И сама матрица IPS. Так, стоит. Надо сразу в настройки. Да что такое? Не попадаю, что ли, или не срабатывает. Так. Экрана яркость. Надо поставить сразу, чтобы подключалась минут через пять. Все. Защита зрения. Режим электронной книги. Темный режим. Темный режим? Темный режим. Ну, ооо, вот эта красота. Ну, для IPS-матрицы темный режим особо не нужен. Только ночью, если юзаете его планшет. Слушайте, планшет великолепный. Хочу себе такой же. Реально так. Так, текст, размеры изображения. Давайте сделаем текст больше. Размер изображения больше. Все, зашибись. Это же планшет, это же телефон. Здесь можно... Ох, какие буковки стали. Четкие, резкие, красивые, большие. Слушайте, ну, классный планшет, классный. Так. Ну, здесь, собственно, слушайте, ну, быстро он крутит педали. При том, что в Antutu, говорят, он выбивает совсем немножко, там, 130 или 170 тысяч баллов. Но зато он супер долго держит заряд. У него 5 или 7 тысяч миллиампер. По-моему, 5100 миллиампер у него батарейка. Но человек, который уже приобрел себе, пообщался я с человеком, и он мне сказал, что он у него 3-4 дня живет, он на нем смотрит только YouTube по несколько часов в день. Не так с утра до ночи. С утра до ночи, понятно, можно в течение суток высадить. А если так 2-3 часа в день, короче, он где-то такой кроватно-диванное использование, как планшет. Планшет это переносной компьютер. Пошел куда угодно, сел, работаешь там в документах, Excel, там, Word, все что угодно. Работаешь в Photoshop, там, Lightroom, все что угодно, опять же. Занимаешься какими-то там транзакциями, покупаешь покупки с Алиэкспресса, с Чао Бао, с Тао Бао, откуда угодно, что угодно. С Яндекса с того же покупаешь, там, с Азона. Где хочешь, там, в общем, и таришься. А, здесь еще и камера есть. И, в общем, это все так, это не надо. И, в общем, это, конечно, слушайте, камера неплохая как. В общем, планшет дает нереальный экспириенс, опыт использования. Потому что очень удобно в помещении использовать. А также можно где-нибудь теплой осенью, теплой весной, теплой летом. Зима у нас уже заканчивается, впереди теплая весна. Где-то используют. Слушайте, неплохая камера для такого планшета дешевого. Обалдеть, ничего себе. Ничего себе. Удивила камера. Слушайте, ну, действительно, камера для такого копеечного планшета, это вообще просто очень неплохо. Я думал, будет камера тут вообще для галочки чисто. Но она даже для светочки. Так, ладно, выходим. Ну, в общем, ребят, надо тестировать. Что здесь говорить, я вам сейчас буду тестировать, прокачивать, раскачивать. Закачивать Google сервисы сюда. И все остальное прочее. Первое впечатление тактильное. Мне не понравилось минус, потому что очень скользкий. А по внешнему виду, по эргономике, по всему, вообще там, 5 лайков. Ну, почему? Потому что очень приятный он. Очень классно лежит в руке, несмотря на то, что скользкий. Смотрите, клавиша включения и выключения. Качелька. Клавиша громкости. Тиже-ниже громко сделать. Динамик слева идет. А, динамик справа. А, что здесь, стереозвук еще? А, недаром здесь было написано, скорее всего, то, что Harman Kardon еще. Настройка звука. Нифига себе. Слушайте, за 16 тысяч рублей. Ну, Huawei вообще. И здесь написали, видите, Harman Kardon. Настройка звука. Обалдеть. Ну, ребят, в общем, супер-друппер. Ой-ой-ой. Надо тестировать. Надо все тестировать. Сейчас буду закачивать сюда все. Потестирую. Сниму полноценный обзор уже после всего, как прокачаю его. Так, и давайте посмотрим, что идет в коробочке с этим чудо-планшетиком. Идет маленькая коробочка. А, я так подумал, что зарядка здесь. Huawei пробрендирована. Видите, не просто ни хухрю-мухрю. Вот ставьте на паузу. Смотрите все характеристики. Так. И вторая коробочка. О, вторая коробочка достается. Скрепочка. Сим-инжектор, правильно говорить. Как и говорят во всем мире. Во всем мире говорят Сим-инжектор. Только у нас в России. И потом за Россией Украина, и Белоруссия, и Казахстан повторяют. Говорят, скрепочка. Никто не называет во всем мире. Блин. В трех странах называют ее Сим-инжектор. И только в четырех. Ну, главное, главное, Россия, конечно, называют скрепочка. Так, смотрим, что здесь идет. Здесь идет макулатура. Интересно, макулатура на русском языке или нет? Да, на русском языке. Прекрасно. Музыка нас связала. Музыка нашей стала. Так. И еще идет... А, кстати, какой здесь выход на зарядку? Микро-USB или USB... USB Type-C. Прекрасно, ребят. Прекрасно вообще. То бишь... Понимаете, сейчас, что хорошо, к USB Type-C приходят все бренды. То бишь, этот разъем, он уже унифицирован. Что это значит? Это значит, что все пришли к выводу тому, что нужно ставить USB Type-C. Ну, я имею в виду Android. Так, давайте проверим на своем планшете еще, где он заряжается. Да, USB Type-C, еще вход для наушников без переходничка, ребят. Вход для наушников без переходничка. И 4G-сим-карту вставлять можно. А, подождите, подождите. Давайте проверим. Там же сказано было, что... Что еще там он... Микро-SD поддерживает вроде как на 500... 512 гигабайт. Надо проверить. Да. Вставляется сим-карта, вставляется... Микро-SD. Все, вообще прекрасный планшет. Потестирую его сейчас. Мне, допустим, он нужен для работы с финансами, скажем так. И поиграть немножко в стратежку. Доминейшн я играю. Потому что танки здесь, скорее всего, не пойдут. Может, танки пойдут здесь на минималке. Но нужно тестировать. Так-то он немощный, можно сказать, в прямом смысле немощный. Потому что, ну, железо такое здесь далеко не топовое. Это вам не Snapdragon 865. И уж тем более не 888. Все, ребятки. В общем, была распаковка планшета. К нему стекло. Потом это все одену, покажу уже в дальнейшем, в других видео. Одену фирменный чехол. Где от него? Корабулька верхняя. Что-то не пойму, куда я его положила. А вот она. В общем, вот такой вот планшет. Называется Huawei MatePad T 10S. Ну, то бишь, 10-дюймовый. 10,1-дюйм экран. Все, дорогие друзья. До новых встреч. Присылайте свои вопросы. Как его протестировать? Как его напрячь? Как привести с ним какие тесты? И сравнить, может, с другими планшетами. Ну, а с Apple его сравнивать, конечно, это бред. Потому что, ну, Apple там мощнее в раз 10, наверное. Но, зато, может, Apple и живет меньше. А эта будет батарейку держать нереально долго. Все, до новых встреч. Пока-пока. Турун-турун-тун. Ух! Аллилуйя, братья и сестры мои.